Два года назад, находясь в Алёкминске, Галина Данчикова задала вопрос, когда в продаже появятся местные овощи. Тогда главным тому препятствием было место для хранения. И теперь с появлением картофелехранилища Алёкминская продукция станет доступна для всех жителей Якутии. Продолжит Елена Фаст. Совсем скоро традиционная красная ленточка будет разрезана на новом овощехранилище. Остались последние штрихи. Тем временем картофель надёжно загружен в специальное карабан. Практически все наследия, которые вдоль матушки Лены лежат, они все сдали. Дабан. Да, да, берёжа, дельгей, дабан, первую нерегчайную, заканчивая молоком. Продумано практически всё – вентиляция, теплоподача. Всё это регулируется через новые технологии. Вот у нас. Это вот датчик, температурный датчик. Продукты именно измеряют. Если там какая-то температура начинает или подниматься, или опускаться, сразу срабатывает компьютер, он начинает включать вентилятор. Сейчас здесь заложен урожай с села Дабана, Первого Нерегтяя, Мачи. Заключаются договора с крестьянскими хозяйствами. Теперь не обязательно постоянно топить печи в старых приспособленных домишках. В хранилище можно разместить и семенной материал. Ну а самое главное – наконец-то местная продукция станет доступной для любого жителя. То есть мы всю зиму, всю весну, всю круглый год должны кормить себя, своих детей, в школах и так далее, в местной продукции. То есть с этой целью мы как бы построили вот это хранилище. И надеемся, что местным учреждениям будем заключать договора, чтобы обеспечить как бы всех нашей местной продукцией. Елена Фаст, НВК САХ, Олег Минск.